Украинский ледокол пошел в первый рейс с антарктической станции «Академик Вернадский». Отбытие приурочили к 28 января, ко дню открытия Антарктиды. Сначала судно ждет дорога в пункт «Аренас» в Чили, а дальше путь к украинской станции будет лежать через пролив Дрейка. Судно прошло технический осмотр на Черноморском судоремонтном заводе, после чего вернулось в Одесский порт. Подготовка и загрузка необходимым оборудованием к первому рейсу на сферы под украинским флагом длилась около месяца. Команда 27-й арктической экспедиции заменит своих предшественников на станции и доставит разнообразные грузы, после чего направится домой через Фалклендские острова. Кроме обычного набора медицины, мы пользуемся тем, что у нас науковое судно. Там в лабораториях у нас есть две морозилки на минус 80 градусов. И в этих морозилках на минус 80 градусов еде Пфайзер. Потому что нынешняя зимовля, которая там сейчас на Вернадскому, они все не вакцинованы. На момент, когда они вылетали, в Украине еще нереально было дистать вакцину. Мы тогда, вот еще края, тогда вакцин не отримала. А, соответственно, мы их теперь прямо там на станции вакцинуем. И с тем, чтобы убезпечить их под час зворотного перехода. Научной программой на экспедиции предусмотрено продолжение океанографических исследований, начатых еще в 97-98 годах. Полярники будут проводить ряд биологических изучений совместно с американскими учеными и анализировать содержание донных отложений, в том числе наличие ртути. К тому же будет проведена серия геокосмических радиоокеанологических измерений и блок геологических исследований в районе Аргентинских островов. Во время восьмимесячного рейса на асфера впервые пересечет Южный полярный круг и достигнет залива Маргарет на западной части Арктического полуострова. Продолжение следует...